Во многих субъектах РФ местные власти приняли решение стимулировать рождаемость путем введения программы материнского капитала по примеру федерального правительства. На детей, рожденных в 2017-2020 годах, дополнительных выплат не положено программам от капитала в Московской области прекратило свое действие, и в данный момент деньги получают только родители, у которых появилось право на выплату до 31 декабря 2016 года. Размер выплаты. Региональный материнский капитал Московской области в 2020 году. На каких условиях предоставлялся. Важно! Программа Московского регионального материнского капитала не была продлена решением местного правительства на 2017-2020 годы. Однако, если право на получение сертификата или на его использование возникло ранее 31 декабря 2016 года, документ будет выдан, а деньги выплачены. Семьи, проживающие на территории Московской области, претендующие на региональный материнский капитал, должны были соответствовать следующим условиям местного закона – наличие российского гражданства у ребенка, с появлением которого. У семьи возникло право на получение дополнительной финансовой поддержки. Рождение или усыновление второго по счету ребенка с 1 января 2011 года, площадь 31 декабря 2016 года. Наличие постоянной регистрации на территории Московской области. Отсутствие случаев оформления регионального материнского капитала в прошлом. На какие цели разрешено потратить? Важно! Потратить средством от капитала вму могли только родители ребенка, которому исполнилось 3 года. Согласно закону Московской области, от 12 января 2006 года, номер 1 дробь 2006 ОС, потратить деньги, полученные в рамках программы регионального материнского капитала в Подмосковье, разрешалось на следующие нужды семей – улучшение жилищных условий. А именно на покупку жилья, реконструкцию и строительство дома, осуществленных своими силами или по контракту со строительной фирмой, заключенному в настоящее время или до оформления сертификата. Оплату обучения ребенка, которому на дату оформления материнского капитала не исполнилось 25 лет, учебное заведение может быть государственным или частным. Какие нужны документы для оформления сертификата? Чтобы получить возможность рассмотрения кандидатуры родителя на получение сертификата номиналом 100 000 рублей, необходимо собрать следующие документы. Основные для любого заявителя, дополнительные для матери, дополнительные. Для отца паспорт. Заявление на оформление сертификата на маткапитал. Свидетельство о рождении всех детей со штампом о присвоении гражданства РФ. Решение суда о передаче усыновленного ребенка в семью, если речь идет о приемном ребенке. Справка о регистрации на территории МО. Свидетельство о заключении брака, если второй ребенок был рожден в повторном браке. Справка о внесении сведений об отце в свидетельство о рождении ребенка со слов матери для матерей-одиночек. Свидетельство о смерти супруги, если она умерла, погибла. Решение суда о признании супруги недееспособной, умершей, исчезнувшей, лишенной прав на ребенка. Куда подавать документы. Заявление, необходимое для оформления выплаты бумаги, нужно подавать лично в районное отделение социальной защиты населения. Лично в многофункциональный центр, удаленно через портал Госуслуг, будет назначена личная встреча для просмотра. Оригиналов документов. Как скоро будет принято решение о выплате материнского капитала в Московской области. Как уже было сказано, действие региональной программы материнского капитала в Московской области НЕ было продлено на 2017-2020 годы. Однако в настоящее время продолжается выдача сертификатов семьям, в которых ребенок появился до окончания 2016 года. Деньги, не выплаченные ранее по уже полученным сертификатам, также продолжают выплачиваться. Каждый заявитель должен знать о том, что закон регламентирует сроки рассмотрения заявлений граждан и оповещения их о решении уполномоченного органа. И если эти сроки превышены по вине работников Органа социальной защиты населения, претендент на получение сертификата имеет право жаловаться в вышестоящие инстанции. Первичное заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В течение последующих нескольких дней заявитель должен получить письмо с уведомлением о решении насчет выплаты. Заявление на распоряжение средствами изучается 15 календарных дней или 45 календарных дней в случае направления денег на покупку строительства жилья. Средства должны поступить на счет родителя в течение двух месяцев. Читайте также статью «Пособие при рождении ребенка в Московской области в 2020 году». Законодательные акты по теме Закон Московской области от 12 января 2006 года, номер 1 дробь 2006 ОС, о выделении средств многодетным семьям и правилах их распределения, постановление правительства Московской области от 12 марта 2012 года, номер 271 дробь 8, методика распоряжения социальной помощью. В Московской области типичные ошибки. Ошибка. В семье, проживавшей в Московской области, в которой второй ребенок появился до 31 декабря 2016 года, родители были лишены родительских прав. Дети не подали заявление на получение регионального материнского капитала. Комментарий. Если в семье, которая имела право на получение сертификата на региональный материнский капитал, умерли или лишены родительских прав оба родителя, выплату могут получить дети, при условии, что родители не успели воспользоваться. Своим правом. Ошибка. Семья не стала претендовать на московский материнский капитал, потому что ребенок родился не на территории МО. Комментарий. Место фактического проживания и рождения ребенка, роли не играет важно лишь наличие регистрации на территории Московской области. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Влияло ли на возможность получения регионального материнского капитала в Московской области наличие гражданства РФ у родителя? Ответ. Нет. Учитывалось только гражданство ребенка, после рождения или усыновления которого. Возникало право на сертификат. Вопрос номер два. Может ли материнский капитал в Московской области оформить отец семейства? Ответ. Да, но только при условии, что он является единственным усыновителем, или же его супруга не имеет возможности, умерла-пропала, является недееспособной. Или право, лишена родительских прав и прав на усыновление, на получение сертификата. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.